Вы должны понимать одну вещь, что разгон депозита делится на две составляющие. Первое, вы, будем говорить так просто, как сумасшедшие, разгоняете депозит. Я вам сейчас просто на примере нескольких цифр покажу, как это можно делать. Первое, что вы должны понимать, и очень важный фактор, что все равно, когда вы будете пытаться разогнать депозит, то эта стратегия все равно будет идти от риска. То есть все, что вы делаете, вы элементарно работаете с повышенным риском. Вот это и есть очень важный фактор. Но если вы будете работать с риском и понимать, что и как делать, тогда у вас появится и вот шанс. Что самое главное при разгоне депозита. По-простому то, что мы называем в математике или физике, это называется Proof of Concept. Что такое Proof of Concept? Абсолютно верно Мельковский Виталий написал, что если у вас есть так называемый Proof of Concept, то есть доказательство концепта, тогда можно по-простому с этой стратегией что-то сделать. Что это значит? Например, как правильно Виталий сказал, если у вас есть положительная статистика, чисто положительная статистика, то вот это и есть ваш Proof of Concept. Не риск менеджмент, ничего, а сугубо положительная статистика. Вот это и есть так называемый Proof of Concept, доказательство рабочего концепта. Любой бизнес, например, в который я иду или что я делаю, когда я делаю, например, какую-то сделку рискованную или менее рискованную или еще что-то, я всегда беру так называемую Proof of Concept. То есть, если я знаю, что это работает, по-простому, это работает, видите, вы, многие из вас, 90% людей, 95% вообще даже неправильно ответили, что это значит. Вы не понимаете, что нужно, например, для этого. Это значит, что вы не будете понимать, что нужно для другого. Proof of Concept, Proof of Concept, это единственное, если вы разгоняете депозит, пытаетесь разогнать депозит, там со 100 долларов сделать 5000, вы должны понимать, что вы угробите 100 долларов очень быстро. Поэтому Proof of Concept, то есть, до этого у вас должны быть какие-то минимальные наработки до этого обязательно, которые вам дадут вот этот Proof of Concept, то, что, по сути дела, это ваша стратегия, что ваша стратегия, она в данной ситуации будет рабочая или наоборот не рабочая. То есть, если вы получаете какую-то мало-помальски статистику, неважно у кого-то, на очень маленьком объеме, там может на Пенни или получаете какую-то статистику на демо, это то, что вам нужно. То есть, это называется по-простому Proof of Concept. Вот это очень важно. Когда вы получаете Proof of Concept, то есть, у вас есть какая-то математика, вы начинаете работать с цифрами. Сейчас я вам покажу, по сути дела, вот эти цифры, как по-простому с ними работать. Итак, поехали. Если виден мой экран, то поставьте плюсики. Так, вот итак, давайте, давайте посмотрим. Представьте себе, вот у вас, сумма вашего депозита, это 100 долларов. Начинать, начинать, например разгон депозита, все равно придется с определенных каких-то минимальных правил. То есть, даже, если вы пытаетесь разогнать депозит, естественно, какие-то определенные правила вам однозначно нужны. Поэтому, например, если вы начинаете, например, стандартное, если вы не пытаетесь разогнать депозит, стандартный риск на сделку где-то приблизительно 0,5%. Естественно, если вы будете выстраивать свою модель с риском 0,5%, вы никуда не уйдете. Поэтому, естественно, для того, чтобы вам попытаться разогнать в самом начале депозит, учитывая то, что у вас есть математика, которая показывает вам, что, например, вы имеете там энное количество каких-то положительных сделок. Вот это очень важный момент. То есть, представьте себе, что, скорее всего, вы будете работать с цифрой 5% от депозита. Итак, представьте себе одну вещь. Вы, например, на Форексе работаете 5% риска от депозита, например, и берете там сотое плечо. То есть, что это значит? 5% риска от депозита, у вас риск на сделку будет 5 долларов. Я говорю о самом начале. Почему? Смотрите внимательно. Если вы возьмете риск на сделку, например, 20 долларов, 5 сделок, и у вас по-простому нет депозитов. То есть, когда вы только начинаете торговать, вы должны понимать. Но даже здесь нужны правила. Например, вот смотрите внимательно. На 5 долларов заработали, подняли риск до 10. С 10 заработали, подняли риск до 15. С 15 там сделали, сделали 20. Или там кто-то хочет 30, если вы очень хотите быстро риск. Все зависит от скорости вашего роста и скорости, естественно, вот этого заработка. Но, я дам один очень настоятельный совет. Очень настоятельный совет. Это такой совет, что если вдруг вы получили какую-то обычную неделю, а если вы здесь начнете получать убытки, то вас откинет приблизительно сюда. То есть, как только вы начинаете получать определенные убытки, вы сразу переходите на меньший риск. Иначе, 3 убыточные сделки по 30 долларов и вашего депозита не будет. Только если вы здесь не заработали деньги. Я прекрасно понимаю, я не всю жизнь был богатый. И я прекрасно понимаю очень многие составляющие рынка, когда человек только приходит на рынок, когда есть, будем говорить так, у вас, будем говорить, ну совсем маленькая сумма денег, и вам нужно разогнаться. Но вы должны понять одну вещь, что если вот эта сумма, это все, что у вас есть, либо пан, либо провал, либо пан, либо пропал, не пройдет. Тут есть вопросы по поводу, можно узнать, как студент зарабатывал деньги. Вы можете посмотреть видео. И если вы посмотрите это видео, вы увидите, он пошагово все рассказывал. Смотрите, смысл разгона депозита, он очень прост. Вот то, что я вам нарисовал, вот эту формулу, тут даже говорить не о чем. Это не то, что, например, ну давайте говорить так, 20 часов, или 20 минут, или 30 минут, об этом можно говорить. Все, что вы делаете. Если вы хотите очень быстро увеличивать риск на сделку, смотрите внимательно. Вот представьте себе, у вас есть 5 долларов. Это риск. Смотрите, как быстро все делать. Второе, я не понимаю, какую-то, не забудьте про меня, связанное с деньгами. Я не знаю, кто вы, и никакого отношения однозначно к вам не имею. Смотрите внимательно. Вот у вас есть 5 долларов. Представьте себе, что вы заработали 2,50. У вас есть 7,50. Посмотрите. Видите? Все, у вас есть 7,50. Вы рискуете 7,50. Дальше, следующая сделка. Вы заработали еще 2,50. 10. То есть, что вы делаете? Для того, чтобы разогнать депозит, каждый раз, каждый раз вы рискуете всеми заработанными деньгами. Но риск, который вы взяли изначально, он остается прежним. То есть, видите, это вариант первый. Что это значит? Это увеличивать риски за счет заработка. Так, это вариант номер один. Вы будете очень быстро расти, у вас риск будет увеличиваться. Это вариант первый, номер один. Вариант второй. Каждый раз, когда вы заработали, да, вот как здесь, когда вы зарабатываете. Вариант второй. Вы не просто рискуете заработком, а вы еще к заработку добавляете отсюда, вот от этих 100 долларов, кусочек риска. Это отдельного риска, который вам будет давать, естественно, больше риск, но и шанс большего заработка. Но, как правильно сказал, забыл его фамилию, Мельковский, скорее всего. Смотрите внимательно. Вы должны понимать одну вещь. У вас есть статистика. Например, да, подушка. Очень правильное слово подушка. Да. Вот у вас есть, например, риск. Вы делаете 40% положительных сделок. Вот вы сделали 40% положительных сделок. Тут самое главное, когда вы разгоняете депозит, есть один отрицательный фактор, один отрицательный фактор, который вас очень сильно может убить. Вот у меня вопрос к вам. Какой отрицательный фактор при разгоне депозита самый страшный? Ольга, вы написали, разогнать можно, а удержать и пожадничать. Я ничего с жадностью не могу сделать. Жадность это и не в трейдинге. Вот у меня элементарный. Каждый раз составляете риски, а теперь отдал. Ну, тогда вы не будете все сильно разогнять. Будет очень медленно. Вопрос, еще раз. Какой самый страшный момент в этой ситуации? Что это значит? Если вы получите сразу убыточные сделки, да, например, тут 5, тут 10, тут 15, от вашего депозита ничего не останется. То есть, если вы видите, что череда, абсолютно правильно, абсолютно правильно, череда убыточных сделок, вы получаете, например, сразу очень много убыточных сделок подряд, а в любом, если вы посмотрите, например, в МТ, там есть количество убыточных сделок подряд. Если вы получили 7 убыточных сделок подряд, вашего депозита нет. Да, мы потом можете вот эту вот цифру отыграть. Ну, то есть, здесь такое количество статистики, с которой вам нужно будет сталкиваться, да, то есть вам не просто надо будет разогнать депозит, а математически, математически смотреть, как вы будете себя вести. Например, вы получили 3 убыточные сделки подряд, все, надо останавливаться, иначе вы просто по-простому элементарно будете откатываться назад очень сильно. Поэтому очень и очень важный фактор при разгоне депозита – это математика.